Добрый вечер! Сегодня в резиденции губернатора прошел круглый стол, посвященный поправкам в Конституцию. Председательствовал Павел Крашенинников, председатель комитета по госстроительству и законодательству Государственной Думы. Один из участников этого круглого стола, Бронислав Гангала, заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета, сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Бронислав Вячеславович. Здравствуйте. Ваши впечатления о произошедшем, о том, что говорилось на круглом столе? Полезно, не полезно? Понятно, не понятно? Я полагаю, что это очень полезно, очень нужная вещь. И, кстати, я не знаю, проводилось ли где-то еще в России, кроме Москвы, естественно, такого рода мероприятия, круглый стол, в связи с изменениями в Конституции. У нас это проводилось, это очень полезно с той точки зрения, что прежде чем вносить изменения в Конституцию, у нас бытует мнение, что всем этим должны заниматься юристы. На самом деле, этим должно заниматься все общество в целом. Все. Не случайно, вот комиссия, которая, вернее, рабочая группа, которая сформирована под председательством Крошенинникова, Хабриева и Клишиса, она как раз и там и деятели культуры, и медицины, и прочее, прочее. Ну и сейчас Крошенинников прилетел в Екатеринбург для того, чтобы, по сути, он прилетел на один день рассказать, объяснить землякам ситуацию с поправками в Конституции, собрали на круглый стол, ну вообще всех-всех-всех, что ли? Да, именно так он и поступил. Он рассказал основные положения, что предполагается делать, о том, каким должен быть закон, о том, какова процедура его принятия, о том, как собираются различного рода предложения, и затем мы выслушали, затем выслушали всех остальных, в том числе Татьяна Георгиевна говорила, ряд предложений, которые поступают как раз от граждан Союзовской области. Ну теперь давайте с вами попробуем отчасти пересказать, отчасти ваше мнение получить по поводу происходящего. Самое простое, зачем нужно сейчас вносить такие массированные, ну все-таки это не реформа, с Крошенинниковым мы говорили, это не конституционная реформа, это модернизация, но массированная модернизация, которую Конституция наша не переживала с 93-го года, такую. Это правда, это правда. У нас Конституция была весьма стабильна, все это время это хорошо, Конституция это не инструкция, это не какой-то документ, который должен меняться едва ли не каждый год, она должна быть стабильной. Чем вызвана необходимость этой реформы? Она вызвана тем, что, наверное, тем, что здесь есть стремление провести идею разделения властей, чтобы четко разделилась власть на законодательную, исполнительную власть и судебную власть, и, соответственно, скорректировать полномочия. Многие считают, что чрезмерно много полномочий у исполнительной власти, многие так считают. Многие считают, что необходимо, и сейчас как раз предполагается, что несколько ослабить власть, в частности, президента. Предполагается, что расслабить, если он получает возможность увольнять судь. Ну, это берется конкретная частная вещь, где ослабить, ведь то, что вопрос увольнения конкретного судьи, это важная полномочия, но она гораздо менее важная, нежели полномочия по назначению, по формированию правительства. А в отношении формирования правительства здесь появляется, усиливается полномочия законодательной власти. Поэтому это значительно больше. И в отношении судебной, конституционный суд получает право до принятия закона, может вынести соответствующее решение о том, не противоречит ли закон Конституции. Это усиление судебной власти, все-таки. То, что судьи беспокоятся, судьи беспокоятся, и в частности, в частности, говорят многие юристы, здесь используются оценочные категории, что судью можно будет уволить за порочащие оценочные категории, а без оценочных категорий вообще не обойтись. Само понятие преступления тоже оценочная категория. То или иное деяние в одно время считается преступлением, в другое время оно признается административным проступом, а потом может вообще перестать быть преступлением. То есть, по-вашему, власть президента не растет, а власть парламента, ну я упрощаю, растет в результате поправки? Конечно, конечно. То, что в данном случае исполнительная власть, она станет, она все равно остается президентской республикой, вопроса нет. Конечно, тут вариантов нет. Вариантов нет, да. Но то, что полномочия президента, само влияние, сама фигура президента, то, что убрать вот это подряд, убрать подряд, то есть нельзя более двух, это, безусловно, шаг как раз в сторону демократизации. Это безусловно. Сама процедура принятия поправок, как вы ее оцениваете? Потому что сначала было послание, потом была создана рабочая группа, сразу же были внесены при этом поправки, приняты в первом чтении. Сейчас собираются предложения, которые могут повлиять на то, что будет во втором чтении, на какие-то изменения, естественно. Ну и дальше еще поговорим. Хорошо. Хорошо. Ну, я не разделяю мнение, что в данном случае все скоропалительно это делается. На самом деле это не есть такое скоропалительное. Как вы верно говорили, это не реформа, это модернизация, это настройка, настройка механизма, дабы, ну, как сейчас модно говорить, это создание больше, более эффективной, что ли, более сбалансированной системы сдержки противовесов. Я-то это называю теорией воплощения принципа разделения властей. И это проводится, это не так скоропалительно. Кстати, Конституции 1993 года, вот Сергей Сергеевич пишет, что нас упрекали в том, Алексеев, нас упрекали в том, что так быстро, стремительно. Это неправда. Конституция весьма проработана. И сейчас это прорабатывается, это обсуждается. Это собрались профессионалы, с одной стороны, юристы. Но профессионалы с какой точки зрения? С той точки зрения, что они могут перевести на юридический язык, ну, так условно говоря, чаяния народа. Это вполне достижимо, реально. Нет здесь такого быстрого чего-то. В отношении того, что это пошло сразу после собрания, после послания президента, после послания президента, ну, это, конечно, не совпадение, это не совпадение, но это, я не берусь давать здесь юридическую какую-то оценку. Это скорее такое общественное явление. Это понятно, что это согласованная вещь, но это юридическое значение не имеет. По вашим ощущениям, насколько могут измениться предложенные поправки в результате внесения в них уже других поправок, в результате сбора предложений? Я надеюсь, что радикально ничего не произойдет. Я надеюсь, что вот эти поправки, которые существуют в большинстве своем, они останутся в том виде, в котором есть, если не выявится что-то такое, что мы не видим. А вы что-то поменяли еще? А? Вы бы сам что-то поменяли в Конституции? Ну, ведь я исхожу из... Не в первой части. Первую не трогаю. Первую часть вы имеете в виду глава 2-8? Основа, основа Конституционного страха. А, нет, это мы сейчас не обсуждаем ведь эти изменения. Более того, я сегодня говорил как раз о том, что меня радует, что глава вот 2-8, что оно не меняется. Потому что там как раз права человека. Мы не меняем, не собираемся. В остальных частях Конституции, вот лично вы, что бы поменяли? Я полагаю, что то, что делается, это идет на благо для России, я так считаю. Почему? Потому что это будет в большей мере способствовать разделению властей. Я сегодня в третий раз это говорю, и я вот сейчас с вами разговариваю, в третий раз говорю, я имею в виду, если совсем просто, что каждый должен заниматься своим делом. Это должно быть четко определено, чем должна заниматься Государственная Дума, Совет Федерации, президент. Сегодня, на мой взгляд, существует некий крен в сторону исполнительной власти. И у исполнительной власти больше полномочий. Она больше влияет на различного рода процессы. То есть крен останется, но выпрямится. Нет, то, что исполнительная власть будет сильна, это да. Дальнейшая процедура. Второе чтение, третье чтение, Совет Федерации, законодательные собрания регионов. Регионов три четверти голосуют за, президент подписывает, вступает в силу, я сейчас Крашенинниковой пересказываю, вступает в силу та часть поправок, где говорится о голосовании. Вот она вступает в силу, а поправки в Конституцию еще не вступают в силу. И идет голосование. Да. Такого не было у нас еще. Ну, на самом деле, на самом деле, это действительно необычная вещь, но здесь нет ничего абсолютно революционного. Почему? У нас существует закон о порядке опубликования и вступления в действие федеральных законов. В этом законе предусмотрено, что законы по общему правилу, они должны быть опубликованы, причем в определенного рода источниках, и они вступают в силу, после того, как приняты, подписаны президентом, они опубликованы и вступают в силу по общему правилу через 10 дней после опубликования. Если иное не установлено самим федеральным законом. То есть в законе можно установить иной порядок. А там любой способ можно установить? Ну, что значит любой способ? Ну, не знаю, когда пробьют часы на Красной площади, например, через три месяца, через год, через два. Есть же у нас какие-то пункты в законах, в нашей истории были, которые вступали, весь закон вступил, а какая-то глава не вступила? Да, такое было. Это был гражданский кодекс. В 1994 году принят был гражданский кодекс. В нем была глава 17, которая регламентировала земельные отношения, и там было предусмотрено, несмотря на то, что вся часть первой принята, а глава 17 вступит в силу только тогда, когда будет принят земельный кодекс. Такое было. Сейчас это допустимо. Почему нет? Ну, просто эта конструкция, она никогда не была, и она вызывает некое удивление, когда все, президент подписал, а в силу не вступила. Президент же подписал, а должно пройти голосование. В данном случае, вы ведь абсолютно правильно вот рассказали, в этом законе будет две статьи. Первая статья, это собственно об изменении поправки, собственно поправки. А вторая глава, это на самом деле, можно сказать, процедура вступления в силу. Вот как раз, когда этот закон будет принят, когда он будет одобрен, подписан президентом, то вторая статья, вторая статья, то есть вот эта процедурная, она вступит в силу, которую устанавливают. И по ней будут идти голоса? Для того, чтобы поправки, да, по ней будут идти, нет, 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 в соответствии с ней, она, ну, по ней, да, да, в соответствии, она вступит в силу, затем пройдет это, она вступает в силу. Там же должно быть написано, как голосование организовано, примерно там, порог явки, нет порога явки, и вот это все. Ну, вероятно, вероятно, какие-то на сегодня, ведь абсолютно точно неизвестно, как это будет. Неизвестно, мы вот общались с Коршелинниковым и после Круглого стола, неизвестно, да. Ну, насколько я понимаю, судя по тому, что вот рабочая группа, созданная рабочая группа по этим поправкам, они встречались уже с работниками ЦИК, они провозили там какие-то завещания, ЦИК занимается этим делом, уже какие-то указания даны, насколько вот средства массовой информации сообщают, в регионы, в субъекты федерации, то есть ЦИК, безусловно, организует это голосование. Я, вот, судя по тому, как сегодня это обсуждалось на Круглом столе, и как раз и губернатор же говорил об этом, Павел Владимирович говорил об этом, о том, что это должно быть открытое голосование, оно не должно, ни в коем случае не должно остаться сомнений каких-то. То есть это будет организовано таким образом. Ну, то есть защита, подсчет, вот, вот, вот это вот. Конечно, 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 конечно. И только после того, как пройдет голосование, если за, тогда это вступит силу. Самый последний, короткий вопрос, короткий ответ. Каким вы себе представляете госсовет после того, как будет принять закон о госсовете? То, что он будет другим, не таким, как сегодня, это точно, потому что сегодня это в основном рекомендательный орган. Следовательно, требуется тщательная проработка того, какими полномочиями он должен быть наделен. Каким он будет, сегодня никто не знает. Здесь можно лишь предлагать. Будем собирать предложения. Спасибо большое, Бронислав Гангала, заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета, был сегодня у нас в Акценте. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.